Бытие, 37 глава. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. И сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, Вот я. Израиль сказал ему, Пойди посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающее поле, и спросил его тот человек, говоря, Чего ты ищешь? Он сказал, Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, Пойдем дофан. И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в дофане. И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверьев съел его, и увидим, что будет из его снов. И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав, Не убьем его. И сказал им Рувим, Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их, и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было, и сели они есть хлеб. И взглянул, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут, стераксу, бальзам и ладан, идут они, отвезти это, в Египет. И сказал Иуда братьям своим, Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его, пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда подходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измальтянам за двадцать серебряников, а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве, и разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал, Отрока нет, а я, куда я денусь? И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего, это одежда или нет. Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф, и разодрал Иаков одежды свои, и возложил в ретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться, и сказал, с печалью я сойду я к сыну моему преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Мадионитяне же продали его в Египте Патифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Аминь.